Меня просили быть условным модератором, таким очень условным. Меня зовут обладатель смешного голоса и еще по совместительству Владимир Лифанов. Мы тут собрались с тем, что если кто-то из вас следит за фестивальной жизнью, в этом году Россия просто провалилась по всех фестивалях европейских, ну кроме нескольких компаний и команд. И так получилось, что все мы оказались в международном жюри. Я был в EDC Европ вместе с Машей. Ну ладно, потом остальные скажут, где они были. В общем, все мы оказались в международном жюри и все мы в некоторой степени не ответственны, а проследили за тем, как мы проваливались все ниже и ниже, а потом пол рухнул. В общем, мы решили немножко обсудить, что так все срато и плохо получилось. В конце концов, кто-то должен об этом поговорить. Поэтому каждый из нас, наверное, расскажет, во-первых, о своем интересном опыте жюри, потому что оно сильно отличается от жюри национальных фестивалях. Так ведь? Да. Рассказать о том, как это сильно отличается от жюри национальных фестивалях, о том, что нас поразило, что удивило, и о том, почему на взгляд каждого из членов жюри так все плохо вышло. И учитывая то, что я тут не самый молодой, но почти, я передам слово старшим коллегам. Меня зовут Леонид Фейгин, и мне условно повезло быть в жюри Каннского фестиваля в категории дизайн, в жюри дизайн. И, безусловно, хотелось очень увидеть наши работы в шорте. Я даже делал не очень приличные, с точки зрения жюри международного действия. Я кричал, топал ногами и устраивал маленькие презентации наших работ, пытаясь их как-то вытащить. И был очень удивлен, что, казалось бы, менее пробиваемые аргументы, почему это, ну хотя бы шорт, ну ладно уж там, ребят, про награды мы поговорим, но вам человек из этой страны говорит, что это круто, это воплощает там идею страны, это стильно сделано. Давайте дадим шорт, чтобы это хотя бы подумать под этим. Люди очень вежливо улыбались и голосовали, а в международных жюри есть такая не очень для нас привычная практика абсолютно анонимного голосования на планшетиках. Никто не видит, кто чего там поставил, это видит только один человек, председатель жюри, поэтому люди улыбаются тебе в глаза, мило краснеют, нажимают на клавишу, ты узнаешь, что все против. Ну то есть там один-два человека за, но кто ты не знаешь. Это абсолютно анонимная история. И конечно, ну это такой интересный очень опыт, возникли вопрос, почему. Трэш-айланд – это та работа, которая получила гран-при на том жюри, в котором я был, поэтому я видел, как она поднималась наверх, как люди друг друга спрашивали, это же плохой дизайн. То есть мы сейчас сидим с вами, и если вы эту работу видели Трэш-айланд, ну там все элементы дизайна вторичные и плохие. Ну начинают выборы шрифтов, продакшена, дизайн элементов, ну все предсказуемо и все плохо. Вот ты можешь подтвердить, как хороший дизайнер, что там все… Ничего удивительного. Ну там все плохо просто, да. И ролик, который сделан в качестве промоушена, тоже странный, сделан на коленке. И вот эта работа поднимается и поднимается, и все спрашивают, а почему? Ответ очень простой. Сама, ну как мне показалось, вот те слухи, которые ходят, какая-то интонация, все вдруг почувствовали в профессии, это в целом касается рекламистов, в том числе и дизайнеров, миссионерскость какую-то. То есть дизайн и реклама восприняли себя как политическую силу. Ну так получилось, что общество сейчас предлагает рекламистам, как создателям новой культуры и дизайнерам воспринимать себя как политическую силу, которая либо за что-то борется, либо что-то опровергает, либо предлагает новые ценности. Работа не политическая, воспринимается как работа, ну провинциальная. Поэтому условно можно разделить на две большие группы. Работа, которая побеждают. Работа с какой-то идеей, связанной с обществом. Причем не обязательно это геи, женщины и собаки. Хотя, кстати, в Каннах победили геи, женщины и собаки. А, и мусор. Мусор. Мусор сюда побеждают. Да. А? Дети меньше, кстати. Много работ с детьми. Говорили, нет, это уже все, это слишком понятно. Это мастхэв. Да, вот женщины, геи, собаки и мусор. Это прямо остро. Мне нравится, что я все это сказал через запятую. Мусор, мусор. Да, это действительно такая тема. И для нас это немножко юмор, потому что мы себя, как профессионалы, чуть-чуть отстранили от политики, потому что политика дело для нас непонятное, у нас мало инструментов с ней общения. И эта иллюзия, что мы политическое искусство, у нас давно уже пропало. Ну, по крайней мере, год-два, как уже и не пытается никто особенно. А в мире, в профессии, наоборот, это прямо такая волна. Мы политическое искусство, мы прямо дико политизированы, мы все за что-то. И когда этого нет в работе, она не воспринимается вообще как фестивальная работа. И вторая группа работ, как проявляются люди интереса, такие искренние произведения искусства. То есть суперкрафт. Ну, какой-то суперкрафт не просто мастеровое, а такой, чтобы он был либо национальную идею, либо удивительный хак истории искусства. То есть взяли, например, на галерее «Лафаэт» шрифт типа эпохи арт-деко. Его там дефрагментировали, его разбросали по фасаду, с ним совершили какие-то преступления против этики и эстетики. Это так прикольно, так смело, то есть хакнули историю искусств. Это, ну, людей вштыривать, да, в этом нет политики, но там есть хак, и людям это нравится. Поэтому либо фокус, такой суперкрафт, какое-то произведение искусства, либо политическое. Все, что лежит в обычной профессиональной плоскости, просто красиво сделали, просто точно работает, хорошо продает, хороший инсайт. Да, окей, люди вяло голосуют против и никак не проходят дальше, не удается обратить внимание. Ну, для того, чтобы проэллюстрировать свои слова, да, ты можешь говорить, я пока прошу ролик вот от Рай Шайланд, да? Ну, да, насколько я знаю, мусор в этом году победил аж трижды. Потом у Дэнсу работу они сделали с китом, которого выбросили, они сделали его из мусора, очень красивый такой дохлый кит, замечательный. Да, в этом году пять китов сделали из мусора. А, замечательно, а, круто. Ну, смотрите, первое, Каннский фестиваль, конечно, надо обсуждать отдельно, и, в принципе, я бы его вышвырнул из рейтинга вообще нахрен. Ну, потому что, во-первых, давайте быть честными, значит, номинация дизайн в Каннах появилась 10 лет назад, и, по большому счету, так до сих пор не появилась. Там нет ни одного дизайнера, там его не журят дизайнеры, журят креативные директора, которые ничего не понимают в дизайне, вообще ничего. Ну, вот поэтому он и пытался… Я по национальности дизайнер вообще. Вот. Ну, кроме, да, по национальности дизайнера. Поэтому тебя и не слушали. И, действительно, то есть я был в жюри на Каннах 8 лет назад, ситуация была и тогда такая, она и сейчас такая. То есть есть шрифтовые работы, которые креативные директора не понимают, но если кто-то что-то делает со шрифтом, а шрифт – это выше их понятия, и это явно какой-то дизайн, это очень круто. Даже он может быть ужасный, даже он может быть сложен из книжечек, из бутылочек, но если вы подаете какую-то, не знаю, шрифтовую работу, что-то сделанное, какой-то алфавит сделанный из дохлых китов, вот, это однозначно будет шорт. Потому что они боятся, что их упрекнут в том, что они не понимают в дизайне. Поэтому шрифтовые работы всегда проходили, алфавиты сделанные из любого мусора проходили, и все, даже намека на дизайн, все остальное проходит креатив, поскольку они креативные директора, они это понимают. Они могут дать, в общем-то, кедам, они могут дать какую-нибудь идею, они могут дать тому, что они понимают, собственно, и все. Поэтому Каннский фестиваль, он стоит отдельно. Еще там есть очень пустые номинации, вы удивитесь, но номинация упаковка слабая, пустая. И есть такие странные номинации, там типа сувениры, какие-то подарки, сделанные уникально по разным событиям. Там, где можно подавать вещи, сделанные в одном-двух экземплярах, они проходят не как фейки, они пустые. Ну, потому что подавать достойно дорого, и студии, которые делают такие вещи, им кажется, что это, ну, не Каннский уровень. А на самом деле, с небольшой хак, экзотические мелкие категории в Каннах, они полупустые. Там попасть в шорт по ним достаточно легко. В Каннах, в Каннах, в Каннах, есть так много пластик, и в области, в размере, в размере Франции, с формы. Главные виды поэтому. Поэтому мы обнаружили способ, чтобы у них не могли. Включая по-летию детского речения, сдавая по-летию, то есть, в виде официального материала. «Подаваем по-летию детского речения…» «Подаваем по-летию детского речения» На World Oceans Day, the Plastic Oceans Foundation and LAD Bible submitted an application to the United Nations to recognize the Trash Isles as an official country. Because under the laws of the UN, other countries are then obliged to clean it up. It declared the part of the ocean where all the trash is gathered, the Plastic Trash Isles. Has the petition been received and what's your take on it? I think it's a very innovative and creative way to bring attention to a problem that is often not seen. Having met the criteria to become a country, the Trash Isles began recruiting citizens online. In the first few weeks, we had more citizens than some countries. The Trash Isles had everything an official country needs. A currency called Debrine, a passport for new citizens and a national flag. We even had big-name celebrities signing up. I think this is the first honorary citizenship I've had from any emerging nation. Thank you very much. Trash Isles citizenship. Trash Isles. Trash Isles. Some even took on official roles. I'm Judy Dench, the Trash House Queen. I will be the best secretary of your defense that I can. with over 200,000 citizens, 50 million video views and half a billion people reached. The Trash Isles put the plastic problem firmly on the map. I will make reference to the Trash Isles from here on out. The Trash Isles and even take a look at one of the members of one of the members of one of the members of the O.O. So it became a political event. And for the creative directors, which are in the jury, it is a clear evidence of that creative is a political force. Because here you have Albert Gore, here you have O.O. They will, so they will continue to do it. They will perform it on our own party. They will do it to the government to listen to us. Like brands and the advertising agency to join together, to join the government. Then the defendants will be to the government apoge to be viewed by their work for the history of the others. If we are now talking about recommendations or whether to look at what they're going to do, they will get the history. Because, for example, historically, В категории сувениры, уникальная упаковка, сделанная по какому-то случаю, золото победила упаковка джина, сделанная в 10 экземплярах, внутри упаковки джина были детали мотоцикла, это было сделано в качестве сувенира для мужа хозяйки агентства, очень такой локальный проект. Три сорта джина, прикольное название, по моделям моторов, кусочки моторов внутри бутылки, оформлено красиво, но по дизайну это очень предсказуемая работа, если глазами смотреть, очень предсказуемая, красивая, но очень, ну просто аккуратно. Ну мы такое понимаем, уважаем, но вообще, ну как бы внимания не обратили, мимо прошли, но потрясающая история, целый фильм был снят, и когда люди берут в руки бутылку, видят кусок мотора, про название говорится, про человека, который душу вложил, и вот это human touch, то есть должно быть какой-то touch, либо human touch, либо nation touch, либо history touch, либо какой-нибудь политический, ну то есть что должно быть, то есть просто картинку классную, гениально, нельзя показать. И что за ней, где судьба людей, где судьба стран, и когда удается объяснить, как это в культуре работает, как это политически, или человек там умер, тогда сразу все это работает. Обязательно нужно подавать с какой-то историей, то есть в принципе, стори-теллинг в рекламе, как продукт умирает, а как способ продать кейс на фестиваль, наоборот, усиливается. Давайте про следующий фестиваль, да? Ну давайте про следующий фестиваль, следующий фестиваль был от Black Sea, в принципе, не про него особо рассказывать, знаете, есть такая плеяда, целая такая плеяда местечковых фестивалей, такая, как это называется, есть черная зона, есть белая зона, какая там зона, черная, это Кан, и я думаю, такая какая-нибудь бледно-розовая зона, такая бледно-розовая зона. Много фестивалей, они в основном в большей степени воспринимают, это не обязательно, то есть это не только от Black Sea, в Европе это Crystal, то есть это такие фестивали такого местного уровня, где тусуются, в принципе, в основном рекламщики своей страны, и туда иногда залетают залетные гастролеры, ну единственное, что на от Black Sea россиян было достаточно много. Вот, и журят такие фестивали обычно молодые креативные директора, такие талантливые, борзые, иногда туда попадают некие гранты, но вот у молодых креативных директоров есть любимое такое, любимое желание топить все, вот все мазать жирным калом, то есть это называется, чем меньше клоп, тем больше вони. Появляется какой-нибудь джентльмен из, ну я говорю про свой фестиваль, джентльмен из Белоруссии, у которого есть бронза на белом квадрате, и дальше он прежде всего, конечно, топит белорусские работы, это вообще вот это просто святое, потопить всех белорусов, потому что у него есть бронза на белом квадрате, чтобы ни у кого больше ничего не было, чтобы была вокруг выжженная земля, вот, а потом он в принципе, вот, он пытается прыгать на все, на все, на что можно напрыгнуть. Сидят там, если есть какие-то уважающие себя креаторы, такие взрослые, они сидят вальяжно, ну у них нет задачи сделать так, чтобы никто ничего не получил, и они очень спокойно, они говорят, молчок, вот зачем, это же хорошая работа, это точно фейк, да ладно фейк, вы точно знаете, что это фейк, я знаю, что это фейк, ну докажите, ну, пока, ну, в общем, вот ничего нет в интернете про нее, типа, ну, говорят, это же не наше дело, это должны, представьте, это должны организаторы выяснять, фейк это не фейк, мы сейчас пройдем по интернету, половина работ в интернете нет, нет, и вот он начинает вот так вот, он прям, это есть на любовь совершенно фестиваля вот такого вот розового уровня, если кто-то очень сильно возмущается, прям вот рвет бумагу и говорит, они будут за это голосовать, то всем остальным, а что, им больше всех надо, что ли, то есть, я же, ну, я не хочу расстраивать этого джентльмена, ну, хорошо, не хочет он голосовать, да и мне, в общем-то, на эту работу пофигу, ну, хотите, давайте провалим, вот, и такой конкурс, кто сильнее провалит работу соседа. Единственное, что по поводу, у нас получился небольшой, там, не знаю, там, конфликт, конфликт с Белоруссией, поскольку он вытащил откуда-то из небытия какой-то паспорт-оккупант или какую-то фигню, такую черно-красную, совершенно жуткого, вот не просто, вот у нас такие вот в ларьках продают, но зато там про оккупацию России, всех, вся, вот, и он вытащил это, бросил на стол, и, естественно, как положено в таком фестивале, было три человека, Эстония, Латвия, Грузия и Белоруссия, и, с другой стороны, была Россия, Греция, Германия, и, по-моему, еще там был, я не помню, то ли из Дании, то ли из Голландии, вот, которым, в общем-то, до этого паспорта как-то пофигу, но дизайн был совершеннейший жуткий, и мистер Лазебник сказал, если вы дадите этому гран-при, вас будут, зал взорвется овациями, вас будут носить на руках, и это будет, то самое, это будет там, это будет очень все здорово в виде шоу, я говорю, если вы, если вы дадите этому гран-при, я просто со сцены встану и уйду, вот, и возник такой некий конфликт, я говорю, а следующее я сделаю все, чтобы Эд Блэк Си больше никогда не было в рейтинге, и так Лазебник немножко так замолчал, потом говорит, ну, хорошо, потом подошел ко мне, ну, она, по крайней мере, получила там серебро, и слава богу, и хорошо, наверное, действительно не надо гран-при, вот, то есть, я не против, если бы эта работа была хорошая, то есть, там украинцев, украинцев там была такая вот тоже прооккупация, что-то такое, вот, ну, неплохо сделано, они получили свою, то ли бронзу, то ли, ну, что-то такое они получили, но работа нормальная, она сделана графически хорошо, то есть, красивая работа, вот так вот просто допускать, допускать, чтобы какой-то трэш побеждал только из-за того, что бы, ну, я не знаю, мне это претит. Собственно, опять же говорю, вот, я думаю, что все фестивали, вот эта вот местечковая розовая зона, они все примерно выглядят вот таким образом. Честно скажу, Россия, в принципе, немножечко обнаглела, не как государство, а как дизайнеры, то есть, есть такое, то есть, работа действительно в этот раз слабее, чем обычно, слабее, потому что все вдарились, то ли это минимализм, то ли, знаете, вот, когда вот, типа, сыр-карат, да, вот мы как-то это сделали лет пять назад, и вот все вдарились в сыр-карат, вся Европа вдарилась в сыр-карат, то есть, они делят квадратно пополам, и вот такого дизайна дофига, уже его слишком много, и, то есть, это такое, попытаться на кондачка впрыгнуть в рай. Вот уже от таких работ устали, и, ну, они практически не побеждают, то есть, когда на это смотришь, ну, то есть, здесь должна быть либо гениальнейшая идея, прямо вот идея-идея, которая считывалась бы за 300 метров, и ты посмотрел и сказал, вау, ну, это круто, то есть, вот, ну, вот, такая замечательная, такая бриллинт, но такое бывает редко, и я в своей жизни там помню, там, пять-шесть таких идей, вот, но, тем не менее, вот, на халяву в рай пока не получается. Давай, Арина, слово дадим, а то запиши человек. Здрасте. Какой фестиваль ты журила? Да, ну, меня зовут Арина Авдеева, я основатель, сооснователь агентства Friends Moscow, я журила, в этом году я журила Golden Drum и Clio, а в том году One Show. Ну, на Golden Drum мы выиграли, да, на One Show, и вообще вот на One Show и Clio очень сложно российским работам выигрывать, и на самом деле вот одно, что я заметила, это то, что так получается, когда приходишь журить с членами жюри, да, вот есть члены жюри, как я, которые уходят самыми последними, ну, или там в последних числах, а есть те, которые, не знаю, за 10 минут, ну, как бы, ну, очень быстро, да, за час, за два часа, они как бы все, они уже типа все отжурили, они ушли, и таких очень много, да, это получается потому, что они знают все эти работы, они знают большинство работы. Получается, что на фестивалях есть работы, которые все знают и наши, ну, как бы, условно говоря, да, и, конечно, люди, работы, которые все знают, им, конечно, сразу ставят шорт, им сразу ставят голд, которые особенно где-то брали, да, и так далее. Вот, и вот это такой самый большой барьер, как сделать так, чтобы наша работа с вами стала той работой, которую тоже знают, да, например. Поэтому, наверное, очень важно выстраивать какую-то, не знаю, выстраивать или вы, или вообще кто-то за этим следит или нет, но какую тогда стратегию подачи работный фестиваль. С какого фестиваля лучше начинать? Как сделать так, чтобы ваша работа обкаталась на каких-то фестивалях, чтобы ее узнали какие-то члены жюри, написали в каких-то статьях, в каких-то сайтах, ресурсах и так далее. То есть самая большая барьера, я говорю, это то, чтобы вашу работу посмотрели в принципе и вникли. Потому что если они так уже дали много каких-то шартов или голд или так далее, а тут какая-то сложная работа, которая еще объясняет российский бэкграунд, в которую надо реально вдумываться, как бы вникать, то мне кажется, она прямо мимо пролетает, даже если она хорошая. Это первый такой observation. Я очень коротко постараюсь. Второй observation — это то, что есть фестивали, что мне сильно не нравится. Например, это было на Golden Drum, я заметила, когда, и вот сейчас рассказывали, это видимо на Black Sea тоже самое, когда организаторы влезают в журение работ. Это сильно напрягает. Непонятно, кто здесь принимает решения, жюри или организаторы. Например, Клио и One Show, там вообще не лезет организаторы. Они рассказывают тебе правила, они тебя инспирируют, говорят, что не надо топить работы, какую-то культуру пытаются привить за первые пять минут брифинга. Все, дальше тебя забрифовали, направили, ты сидишь и смотришь, обсуждаешь между собой, но ты вообще не видишь организаторов. На Golden Drum организаторов было слишком много. Они заходили, они начинали говорить, нет, нет, я не хочу ничего сказать, но вы принимаете решения сами, но просто чтобы вы знали. И вот эти все вещи, они дико влияют, они дико вообще мешают журить. Появляется какая-то аффилированность, не понимаешь у кого какие-то заинтересованности. Но вообще это очень странно, и на Golden Drum меня это сильно, например, расстроило и как-то удивило. С этим я не знаю, что делать. Просто есть фестивали, видимо, определенного уровня, определенного порядка, у которых все достаточно честно, а вот есть, где какие-то есть такие вопросы. Раньше считалось, что начинать лучше с эпики, потому что, хотя эпика и получается так, что она, ты начал работать, как бы вылетает из турнирного года, то есть ты начал осенью, и как бы в рейтинг этого года она не попала, но тем не менее лучше начинать с эпики, поскольку журят журналисты, и если работа что-то получала, она дальше облетает все периодические издания. Спасибо большое, я вспомнила последнее, что я хотела сказать. И последнее, что я хотела сказать, тоже положительный такой опыт, это то, что любую идею, вот у нас, например, был такой опыт на Golden Drum, можно вытащить, да, то есть был член жюри, который влюбился в работу, я не знаю, надо показывать, да, какие-то кейсы, мы показываем что-то? Вот если можете вбить файндинг Фарина, пишется кейс. Вот это удивительный кейс, который был вытащен вообще, он даже не попал в шорт-лист сначала, после первого голосования, а потом один из членов жюри, причем он явно был никак не связан, он не из какой-то сетки, он из какого-то небольшого агентства. Файндинг Фарина. Ф-А, ну как бы как Арина, примерно только Ф в начале. Файндинг Фарина. Как найти Фарину. И вот этот независимый, значит, человек, как я сказал, ни к чему не прикреплен, он просто вытащил ее, во-первых, в шорт, а потом ему даже дали гранд-при в номинации, в одной. То есть он нашел кучу фактов. Сначала была куча аргументов, что эта работа... Вы ищите? А, простите, мне показалось, ты говоришь. Ну давайте, да, посмотрим, а потом я расскажу, как... This is not a book like any other book. It's Фарина, the first banned book in 40 years of Spanish democracy. An investigative journalism essay that links politicians to narco-trafficking crimes. The same politicians that now have provoked the ban. Immediately, in response to the ban, Spanish booksellers decided to allow their customers to read Фарина. But how to allow people to read a banned book, whose distribution is forbidden everywhere? Well, the answer is through the most important novel in history. Don Quixote. We created an engine that searched the 80,046 words that composed Фаринья, but inside the greatest masterpiece in Spanish literature. The digital motor found all the words and put them in order to allow people to read the banned book inside Don Quixote. The idea was that they gave the opportunity to read the forbidden book in Spain through another book. Through the book of Don Quixote you can read the forbidden book. You can read from Don Quixote words and collect them in lines. You open up Don Quixote, because their book, this is forbidden book, you can read from Don Quixote. You can read from Don Quixote, you can read from Don Quixote, you can read from Don Quixote, and you can read the forbidden book in this country. You can read from Don Quixote. It's Farina. She has written about corruption. It's the same thing, that understand the novel they would write a book. It's about the same thing. I think they would have need. forbidden them. And this work we took them in shortlist. I even thought they gave them a grand prix, because this is the same thing, he found a lot. He found out a lot. From case of Don Quixote was not very clear, it was not a fake. It was not a fake. It was not an idea, how did the technologies work work, not a lot of which agree with it. There are filling not many questions, that can be left to work, которую ты хочешь убить, тем более. И просто к тому, насколько имеет сила какого-то убеждения, особенно если куча информации действительно в интернете, то есть если ваша работа не фейк, и про нее много писали, про нее есть какие-то публикации, это очень сильно дает какую-то некую базу для того, чтобы вытащить идею. Потому что если мне просто нравится идея, не хватит каких-то аргументов сказать, да, она классная, она отвечает каким-то задачам, то есть очень условно. Когда про нее есть какие-то третьи мнения, например, журналистов, как мы сказали, публикации или еще что-то, показывается там реально ее результативно, и что она реально там что-то повлияла, что и куча людей прочитала. Это сильно-сильно помогает. Вот, например, был хороший кейс. Ну и последний совет, конечно, все работы должны быть, сайты должны работать, приложения, потому что, конечно, их заходят, их проверяют. Особенно, когда вопрос есть к экспириенсу, как к этой работе, насколько было удобно читать книгу, то есть обязательно зайдут, проверят. И даже если сайт уже не работает, потому что компания была там тысяча лет назад или в том году, нужно убедиться, что у вас работа представлена в таком виде, что она дает полное ощущение и полный вот этот экспириенс, опыт вот этот прочувствовать на себе, понять, как это работало. Вот это важно. Вот, наверное, такие у меня типсы. Спасибо. Мой выход. Привет. Я Маша Борзилова, креативный директор МОРИ, BBDO Group. Мне пока что больше всех, кажется, повезло, из вас троих. Я оказалась на EDC в этом году, буквально неделю назад с Вовой, но, правда, в разных категориях. Я была в категории Promotions and New Media. И, конечно, нравится нам это или не нравится, но тренд этого и последнего, там, предыдущего года — это социальная ответственность компаний. И, на мой взгляд, это очень здорово, потому что от правительства не дождешься, а кто как не какие-то бренды могут очень быстро сделать что-то хорошее для людей. Вот. И, скажем так, 95% победителей EDC в этом году — это работа с каким-то сильным социальным подтекстом. Отсюда сразу, наверное, продолжу разговор в сторону, почему Россия ничего не берет, потому что, ну, кто из вас, у кого есть опыт работы с клиентами, клиенты пока очень сложно понимают, зачем им нужно быть социально активными. С трудом. Они считают… Несколько раз такое было, говорят, супер, классная идея, но мы же не Coca-Cola, мы пока не такие крутые, чтобы уже делать какие-то социально ответственные проекты. Давайте пока продукт продадим, а потом уже с вами про социальную ответственность. А вот все, что сейчас выигрывает, это исключительно, конечно, такие полезные вещи. И, может быть, сразу посмотрим один кейс, и на его примере я начну рассказывать, в чем особенность была журения. Но еще буквально пару слов. Повезло очень быть на EDC. Почему? Потому что, в отличие от опыта коллег, разбирали каждую работу досконально, не то чтобы не топили, наоборот, старались вытаскивать. Например, вот сейчас мы посмотрим одну работу. Давайте мост German supermarket. I will build a great, great wall. Heute sind wir tolerant и в будущем, в своем роде. Фиг нас! Пожалуйста, не прийти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте посмотрим еще работу Ну вот поэтому да, мы подняли Но здесь вот мы, был один минус у EDC Awards, у них не было четко прописано, какая категория, что обозначает Мы начали копаться в интернете, провели там, наверное, час, в итоге ничего не нашли И вот вышли к жюри, он не к жюри, а к организаторам с тем, чтобы все-таки нужно прописывать каждую подкатегорию, что туда входит, чтобы мы внутри них смогли ориентироваться Обычно на фестивале бывает, в принципе, хороших работ 6 И часто на фестивале, вот фестиваль, ну почти все фестивали такие средненькие В принципе, даже если взять Каны, там 98% будет абсолютно трэша Но когда у вас 9 тысяч работ, все равно то, что побеждает, то, что вы увидите, это бриллиант Одним словом, все равно, на каждом фестивале есть процента 3 хороших работ, условно их 9 штук И они все вдруг попадают примерно в одну номинацию И жюри начинает судорожно искать, давайте куда-нибудь это перенесем Давайте это перенесем сюда, а это перенесем сюда Это дадим золото здесь, а этому дадим золото здесь Ну потому что работа хорошая Я могу говорить только про последний свой опыт в Каннах В Каннах прописаны категории очень четко И жюри постоянно путаются, потому что настолько вот это софистикейт прописано Что на память запомнить нельзя Поэтому категории зачитывалось раз 20 за время жюрения То есть сделали какой-то рейтинг Потом говорят, я забыл, что мы жюрим, давайте опять читать То есть организаторы так четко прописали категорию, что Хочешь дать, а нельзя, вот не совпадает Поэтому, ну из того совета, что можно дать Если в фестивале типа Каннского настолько четко прописано Часто жюри не может вылезти из этой клетки И они бы хотели немножко нарушить А там нельзя, там очень жесткие правила Поэтому искусство подать в правильную категорию Может быть тоже одно из искусств Как посмотреть на эту работу Потому что в одной категории она получает очень хорошие оценки А в другой нет Например, там в категории жюри Макдональдская навигация с помощью знака Знаменитая, да, все знают историю Когда из знака сделали навигацию Она вообще чуть не вылетела из шарта Словами хреновая навигация Ну то есть мы же дизайнеры В этот раз были дизайнеры, Леш Несколько штук, да Там несколько штук было Они сказали, это хреновая навигация Ну то есть это, да, это прикол, но это не навигация Это реклама А в Аудоре, то есть там, где наружная реклама Там у них золото Потому что это действительно реклама И вот так это так и работает Поэтому очень внимательно к описанию Извини Здорово Давайте посмотрим вторую работу Эскалейтинг гипс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и потом будет это снова возвращаться, например. На мой взгляд, потрясающая работа. Именно эту работу мы выдвинули на получение Гран-при. К сожалению, она не победила, хотя за нее проголосовало достаточно большое количество жюри. Что здесь было? Людям, которые не жили, не взрослели в эпоху всех этих технологий, нам, возможно, немного сложно понять, ну подумаешь, тебя зачмырили пару раз, все живы остались, невредимы. Но на самом деле, когда мы росли, ты упал один раз, все посмеялись, через недельку уже забыли. А тут ты упал один раз, ты это снял, и через год об этом можно посмотреть, через два, через три. Конечно, психика молодых ребят очень из-за этого страдает. Почему дали такую работу? Потому что была она подана в категорию «new use of media», то есть новая медиа мы тут не изобрели, но вот подчетырить те гифки, которые максимально актуальны сейчас в среде молодежи, взять и сделать из не гифки, как будто бы гифку, и таким образом их обмануть, это, конечно, просто гениальная идея, залезть к ним с такой стороны, с которой они не ожидали. И вот мы посмотрели с вами две работы, душесчипательные, 90% работ на фестивале душесчипательные. Ты либо переживаешь, страдаешь, у тебя ёкает сердечко, а потом мы с вами посмотрим вот такую работу, которую мы, насколько я помню, дали серебро, дали просто по одной простой причине. Гораздо, по всяким теориям психологии, гораздо проще человека заставить сопереживать, чем заставить человека почувствовать себя счастливым. Вот сделать такую рекламу, чтобы люди улыбнулись, смеялись, и им стало хорошо, в 300 раз сложнее. И именно поэтому мы дали этой работе, ну, пускай пока не золото, но серебро. И эта работа, вот самая первая. В общем, я расскажу для тех, кто не владеет немецким или, например, английским. Никому не нужный заброшенный городок, где-то в Швейцарии. К нему ведёт железная дорога, по которой никто не ездит. Что они придумали? Взяли и на целые выходные всей деревушкой придумали вот такие смешные штуки по пути поезда. Вы устроили такую фактически иммерсивную прогулку для всех, кто на этом поезде прокатился. Ну, сообщение примерно звучит так, что оторвитесь от своих гаджетов, потому что обычно в поезде сидишь в гаджете, и просто посмотрите вокруг, какая там красота, что вас там может ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, в принципе, и всё. Вот вам уже, я думаю, хорошо стало. И вот очень мало таких работ, от которых становится хорошо. Вот, давайте побольше. А, вот, что самое главное, это я хотела сказать. Нужно делать работу социальным подтекстом, стараться продавать их клиентам, несмотря ни на что. И, в общем, может быть, тогда российские работы начнут побеждать. Пока что не выходят. Не потому что у нас плохие работы, и у нас очень качественные работы сделаны для брендов, мне кажется, но пока что брендированные работы не в фаворе у жюри. А? Какое? Нет, но у вас тоже социальная работа, там есть социальный подтекст. Если бы там были новостройки, это бы никого не зацепило. Кто-то хотел похлопать, нет? Я журил категорию дизайн на АДЦМ. Это было самое неприятное журение в моей жизни, потому что ничего, никакого удовольствия. Известный ролик, где девочка плачет вообще. Ничего интересного, никакого праздника не было. Да, да, я думал, что журение так весело, обсуждение, а ни хрена это, 7 часов молча ты отмечаешь бумажки, а потом буквально 1 час обсуждаешь, потому что из всех проектов вышло, не знаю, 15 из 200, наверное. И при этом ни одного нашего проекта, что очень тяжело. В какой-то момент я понял, что когда ты смотришь шорт-листы, понял, что это даже какая-то угадайка, насколько я промазал, потому что ничего из того, что выбирал я, в шорт-листах не оказывалось. Тут важно понять, что на самом деле АДЦМ журит радиректорам, и поэтому их вообще ничем не удивить. То есть это рисующие ребята, в отличие от креативных гитров на кандах. То есть тут были все мои ровесники, и они такие, о, это лук лайк шит, о, это лук лайк шит. И так про все. Что бы вы ни сделали, для них это лук лайк шит. Даже если это реально шит. Даже про галамарт ваш они сказали, это лук лайк шит. Если вы знаете, что это за проект, конечно. Он должен был так выглядеть. Да, я говорю, да это лук шит. Собот. Это лук лайк шит. В общем, абсолютно все для них выглядит как дерьмо, и это тяжеловато с ними на эту тему. На эту тему спорить. В общем, что, как мне показалось любопытным, в золото у нас не было ни в одной профильной категории, ни в идентике, ни в бронзе, потому что все были какими-то экстремально суровыми, ну, потому что это лук лайк шит. Но зато была золотая категория, в которой... Ну, все молодые все, да? Ну, все мои ровесники. Ну, понятно. Я-то когда журил, там все были такие же взрослые. Поэтому там награды были, в общем-то. А, единственный раз, да, в отличие от ДЦ, от остальных фестивалей, обычно ты на фестивалях не можешь журить за свое агентство, а здесь ты не можешь журить за свою страну, что немножко тяжелее. Ну, то есть хочется иногда даже как-то слово сказать за счет проекта из страны, и такие, о-о-о-о, тихо ты, типа, не-не-не, молчи, как удав. Один раз только испанец сказал, говорит, я знаю эту работу из Испании, давайте ее выкинем. Ну, что ты какой классный. Ну, его зацепило, видимо, что-то. Да, тут, да, лишь говорил про политику, это тоже очень позабавило меня, потому что мне было интересно, как там насчет политических, потому что было 12 членов жюри, все из разных стран, ну, вообще вся Европа представлена. И в самом начале председатель говорит, что никакой политики, никакого локал спирита, никаких вышиванок, вообще все нахрен, потому что спирит в Европе общий. Ну, то есть для него очевидно, что Европа это типа общий дом, и никаких границ не существует, поэтому дизайн должен быть максимально универсальным. Единственное, что могли спрашивать, перевод с немецкого, там, с русского на английский. Это все, что спрашивали. Да, в общем, золотая категория в дизайне оказалась категория «Эниазер». Это, в общем, та категория, в которой во всех остальных номинациях выкинули. Думаешь, ну, давайте в «Эниазер» в дизайне подадим вдруг что. В общем, гран-при этого фестиваля, «Эниазер» — это категория «Эниазер», просто потому что по всем остальным параметрам она вообще проиграла, как упаковка, мы еще глянем, как упаковка фуфло, как кеды, я такие не одену. Промоушен, да. Золото? Ну, повезло. Я знаю, что они еще и в «Дигидал» подавались, «Дигидал» даже не получили и шорт-листа. А, и тут еще надо заметить, что бывает такое ощущение, что все члены жюри внезапно на одной волне оказываются, и случайно работа выносится наверх золотом. И ровно такая же клевая работа в другой номинации, ну, с другим членом жюри, не получает даже номинацию просто потому, что она им неинтересна. В этом плане работа, которая называется «Музей оргазмов». Помнишь такое, да? Отвратительная работа, которая получила золото в «Дигидале», а там эстонец такой холодный был, председатель жюри. Я подошел, спросил, говорю, слушай, а что вы дали-то это? И говорит, блин, ну оргазмы, это же классно. Вполне вероятно, что 12 членов жюри категории «Дигидал» были далеко от жены, и им было очень скучно. А они, получается, дали за это золото. Хотя работа реально фиговая, на мой взгляд. Да, в общем, давайте глянем на нашего гран-при. И этого фестиваля, просто потому что она не получила «Дигидала» ничего, и многие думали, что получат вот эти вот гифочки и все такое, а получает трибута, которая говорит, да отсосите, давайте просто кеды смешные носить. Мне кажется, это самый крутой кейс, который был сделан вообще в этом году в рекламе. Мне кажется, он такой крутой, нереально. Важно просто, что он не имеет никакого отношения к дизайну. Ну, просто это гран-при в дизайне. Берлин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это гран-при в дизайне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы считаете, у жюри дизайн, а дизайн отвратительный. Вот все-все плохо. Есть что-нибудь хорошее, есть, но это не дизайн. Ну, фиг с ним, давайте золото дадим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примерно так и было, на самом деле. Да, к сожалению. Сейчас другой тренд. Наоборот, это просто хороший дизайн, чем ему давать золото. Сейчас такая-то теория. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, тут еще любопытно, что на EDC нет никакой церемонии награждения. Единственная интрига, которая держится до самого конца, кто получит гран-при. Потому что гран-при выбирают все члены жюри, тоже отмечая анонимно на бумажке. Поэтому единственная была интрига, кто же получит, и в итоге получил проект. И я лично порадовался, просто потому, что он не про социалку, не про детишек, не про Красный Крест, не про геев, женщин и мусор. И животных, да. А на самом деле просто про то, что любить себя и носить смешные кеды с стрёмным принтом. Это очень клево. Мне кажется, это хорошее послание от EDC. Как мне показалось. Да, и тут важно... Да, забыл, что там заголовок превратить ненависть в уважение. Мне кажется, это куча была, да куча. А это такой способ продать кеды. Ну да, да, понятное дело. Я не купился. Ну, тут еще что хотел сказать в итоге. Когда сидишь и смотришь на эти 200 кейсов подряд, внезапно замечаешь, насколько обсосные кейсы из России. Ну, просто отвратительные. Особенно в дизайне, в идентике и в упаковке. Ну, кроме одного, но он тоже ничего не получил. В данном случае... Да, восходовские кейсы в любом случае отличаются, потому что они правильно сделаны по-европейски. Но это их не спасло. Да, нет, не про геев, все такое. Да, тут, в общем, как мне показалось, что все российские брейнговые агентства, они пытаются мериться длиной Adobe Premiere на тему того, какую красивую анимацию умеют сделать. В итоге там такая клевая качающая музыка, какая-то трекан, какая-то анимация, и в итоге ничего не понятно. Ну, просто ты думаешь, что кого-то это может поразить. А все нормальные кейсы тупо рассказывают. Они скучные, идут две минуты, они рассказывают задача, как мы это сделали, почему это хорошо. Это мне кажется правильным. Ну, в общем, для меня это большой опыт, что перестать нужно делать анимацию, делать нормальные кейсы. Но, почему еще в упаковке все так плохо? Как мне показалось, что там ребята думают немножко повыше на тему упаковку, от того, что дизайном их не удивить, и поэтому побеждает крафт. Но уже даже не крафтер людей, а крафт уже пчелок, например. Я вот хочу показать единственное серебро, которое получил в упаковке, потому что оно прикольное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, первое, что сказал чувак с Кипра, когда мы обсуждали этот кейс на серебро, «Ей, it's cool, but it's look like shit». Ну, твою мать, ну, ну, конечно. Типа пчелки — это прикольно, но это же выглядит стремно. Ну, так-то, конечно, не слишком красивая упаковка, но сама идея в том, что пчелки делают упаковку, думаю, приходила всем в голову. Просто эти ребята сделали 50 банок, если не меньше, которые раскидали по фестивалям, и везде все выигрывали. Пчелки рулят. Вот что, кстати, понял еще. Да, да. Да, кстати, у нас же вот этот джин, у нас он тоже получил, но учитывая то, что все-таки были арт-директора, их, ну, как бы сама идея о том, что это джин со вкусом мотоцикла, это прикольно, но как к дизайну, конечно, очень избыточный. По-моему, у нас только шортли сделал. Ну, как к дизайну он реально очень избыточный, но как идея, если вы не видели этот кейс, посмотрите, джин со вкусом мотоцикла. Сама идея-то прикольная, засунуть кусок мотоцикла в бутылку джина. Ну, и вообще выглядит забавно. Но как дизайн, наверное, плохо. Ладно, в общем, я закончу своей историей. Для меня это был гигантский опыт. Я жутко рад, что я пожурил, просто потому, что наконец смог с стороны посмотреть на то, что делают в России. Не задумываясь, не думая о том, какие мы тут клевые, а поняв, какие мы вообще не клевые относительно топа Европы. Ну, и плюс пожурить с ребятами, которые походу как дизайнеры посильнее будут. Вот все. Все здрасте, привет. Спасибо, Вова. Владимир. Я журил в этом году два больших фестиваля. ADCE вместе с Марией и Владимиром. И One Show. Начнем с One Show. В One Show я журил Outdoor и Print. И с очень, правда, очень-очень крутыми ребятами со всего мира. Ребятами и девчатами, и женщинами, и мужиками со всего мира. Очень крутыми. И, ну, давайте начнем с работ, которые я заметил, а потом я расскажу, как это все было. Не-не-не, они все одинаковые. Ну, я имею в виду, что вот начнем с Outdoor. Простая идея. И я не согласен с Машей по поводу того, что везде нужно сейчас пихать какой-то социальный подтекст. У меня три работы, четыре работы, которых я буду показывать. В трех из них нет социального подтекста вообще. Просто тупой и классный брендинг. Смелые идеи, красивые идеи. А четвертая над социальным подтекстом, только потому, что она сделана для Красного Креста. Вот и все. Вы ее видели, поскольку они ее видели, поэтому воротят нос немножко, поскольку эта работа была номинирована на Гран-при. Но ничего не взяла. От нашего жюри, где я был на EDC, видео и радио. Так что я хотел сказать по поводу журения на самом деле в One Show. Это было самое релаксное журение в моей жизни. То есть мы не журили больше, чем шесть часов. Это происходило в Доминикане. У каждого была джакузи на балконе. Ну, правда, как бы они очень заботятся о жюри. Не так, как EDC. Потому что нас даже толком и не покормили ни разу. Ну, дело даже не в этом, а в том, что это даже не как в Канах. Ты сидишь очень, ну, такие прям кресла, релаксовые кресла-мешки. Ты сидишь, ты в них журишь. Свет то включают, то выключают. Не обязательно как в Канах постоянно по 12 часов сидеть в очень темной комнате и просто пучить на кучу-кучу-кучу работ, когда у тебя уже просто глаза устают, и ты не можешь, и ты не воспринимаешь разницу. И, в общем, на самом деле, и поэтому результаты этого жюрения, на самом деле, для меня самые сейчас, ну, как бы самые адекватные. Побывав в разных жюри, в Клио, в Нью-Йорк, фестивал. В принципе, в Нью-Йорке было тоже хорошо, но там было шесть дней, и жюри все журит. Одно жюри журит, все работает, тяжеловато. А вот здесь было самое просто, самое комфортное жюрение, и поэтому ты мог, так сказать, ну, во-первых, ты голосовал от души. Сердцем. Да, сердцем ты голосовал, так сказать, чистым мозгом, в общем. И поэтому хорошие результаты. Я очень доволен, и я очень доволен, что наше агентство там тоже получило, правда, две бронзочки, но ваншоу у нас теперь тоже есть. Следующая работа, которую я хочу показать… Не-не-не, здесь же, мотай-мотай, это уже спойлер был, это Burger King. Это в принтах. Ну, правда же, смелая идея, правда же, очень круто доказать, что твоя котлета жарится на открытом огне. Что? Это показать реальные фотографии реальных ресторанов, которые когда-то сгорели. Да, вот в июле, 9 июля 2016 года этот ресторан нафиг сгорел, только потому, что они готовят на гриле. Это же смело, но это очень прикольно, и в результате это получило гран-при у нас, и мы в нашей категории, мы на главное гран-при еще номинировали его. Что, теперь об ADC. И, ну, я был второй раз в журении. В прошлом году я журил то, что журила Маша в этом году, промо-активейшн. В этом году я решил журить ролики и радиоролики. Ну, две работы, которые мы выдвинули на гран-при. Ну, в гран-при получили кроссовки. В принципе, я с этим как-то уже согласен, что кроссовки были самым крутым кейсом на ADC. Итак, работа номер один, вы все знаете, это Volkswagen Kids Dreams. Опять же, никакого социального подтекста. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok If this boy had packed his bag the night before If his sister had been wearing different shoes Or he hadn't forgotten his lunch If he hadn't stopped to kiss his grandmother goodbye Or the neighbor's cat hadn't been on the stairs The end of this story would have been the same DimaTorzok Настолько хороший монтаж и съемки Что жюри сначала всем показало Что это вообще снято Типа одной камерой Но в самом деле там есть внутренний монтаж И когда мы пересматривались А да, вот склеечка Вот склеечка Ну, были испанцы с нами, жюрили Чья это работа Они сказали, что они нанимали Очень-очень дорогого монтажера Чтобы сделать этот Чтобы смонтировать этот ролик Ну, то есть надо понимать, что люди Наша индустрия Все больше и больше заморачивается По крафту По арт-дирекшену И по хорошим идеям Как сказал когда-то Я все время повторяю эту фразу Как бы и люди не понимают Почему, мне кажется Офигенная шутка Что сэр Джон Хэггарти Сказал, что раньше наша индустрия Была 80% это идеи И 20% это экзекюшн И сейчас 80% это идеи И остальные 80% это экзекюшн Ну, у меня все Вопрос Вопрос Я просто Я смотрел Те же самые Каны и так далее Этого года Я сравнивал с Канами Прошлого года Не осталось ли ощущения Что в этом году В принципе тупо Во всем мире Жюрили жестче То есть в этом году В дизайне В принципе В Канах не было Наград То есть Тут не было Нет В пэккедж дизайне В пэккедж дизайне Если я помню Только одна бронза А обычно там В общем-то В пэккедж дизайне Три-четыре награды есть Это лучше Ну Мне сложно Если бронза По-моему Если даже не Это самое Ну В общем-то Говорю То что я видел То что он был следителем Да Все искали историю Очень много Хороших дизайнов Которые мы Однозначно Вот здесь понимали Как победу И даже с идеей Даже с Толлиной Если не было ощущения Что это Как сказать Ну Сила профессии Сила категории Показана Не снимали Поэтому это не то, что жестче Мне кажется Просто Какой-то новый фильтр наложили И все, что раньше проходило Вдруг перестало проходить И В следующем году Наверняка будет просто лом Социально ответственной рекламы И наверное Каждая спичная эндиклетка Будет спасать дельфина То есть Я Просто после этого года Я просто в ужасе Того что будет следующее Потому что Ну фейк На фейк Наверняка сядет Потому что невозможно Столько дельфинов найти уже Чтобы всех спасти Да и реально их спасти тяжело Потому что все равно Все продолжается то же самое Но да Вот прямо такая Политическая повестка дня Мы сила Мы призываем правительство Мы сейчас нагнем всех Бренды рекламам И вот так И поэтому я не то, что жестче Просто по-другому То есть Какую-то другую грань Повернули И в результате Отвалился весь дизайн Ну вот по категории точно Весь хороший дизайн Просто отвалился Мне интересно Просто хороший дизайн Ничего Еще одну тему Мы мало затронули Андрей сказал Ну то, что про Макдональдс Это такой хак Потому что Количество работ Которые получили Награду За эксперименты С брендом То вместо Крокодильчика Поставят Гориллу Жирафа И акулу То КФС Вот у меня есть бренд Они просто буквы Меняли Написали фак Вместо я Потому что Они одиннадцатый Просто волосились Они это признали То Макдональдс Порежет свой логотип На кусочек То есть в принципе Даже такой прямо Целый кусок Работ 10-12 А еще Лайонес Да вот эта Работа Уайден Кеннеди Когда они обрили Льва Сняли с него Гриву И она получилась Львица Ну потому что У них тоже есть Женский футбол Надо об этом Как-то было заявить И это было очень громко То есть работ 10-12 Если я не ошибаюсь На самом деле Если внимательно Посчитать Так и больше Попытка Хакнуть Реальность То есть обойти Традиционный способ креатива Не нагромождая идею Не выстраивая классный ролик А просто как-нибудь боком И еще один пример Кроме Макдональдса Реклама пива В Америке Опять забыл Бадвайзер Когда им нельзя Показывать людей И они просто Сделают всю рекламу На тегах Ты набираешь Это так в интернете И попадаешь На подборку фотографий Людей, звезд С пивом За которые не надо платить Потому что они и так там есть Это бесплатное Халявное использование Толп селебрити Пивающих пива И вся рекламная компания Просто реклама слов Правильных Когда идут тебе по поиску К этим людям И вся индустрия в восторге Хак на реальность То есть опять обошли Ну как-то очень эффективно То есть супер Открытие Инновация Это вштыривает Ну что Вроде все обсудили Может у кого-то вопрос Есть какой-нибудь Такой вредный Это извечный Русский вопрос Последние 150 лет На него как-то нет Ответа Я знаю кто виноват По крайней мере Кстати Вы Да-да-да Ну каждый Это действительно Вопрос Наверное надо ответить Да На мой взгляд Надо кейсы нормальные Делать в дизайне Нужно очень плохие кейсы Прям очень Не могу какие плохие В прошлом году Ребята получили Льва без кейса Вообще А вот океан Да я просто Опять же говорю Нет Там у них есть У них красивая Анимация получилась Короче может не надо делать кейсы Кто его знает на самом деле На самом деле У разных фестивалей Разная система журения И надо ее знать В Каннах Тебе обязательно В дизайне Нужно посмотреть Не только кейс Тебе нужно посмотреть Презентейшн борд Упаковку саму И так далее Обязательно руками Это все потрогать На EDC Я так понимаю Кто хотел Тот прислал Что-то посмотрели Что-то нет У нас в принципе Ну понятно Принт и Аутдор Принт Мы вообще Все журили Только Как это сказать Real pieces На реальных Ну да Да Прямо реальные Напечатанные Реального размера Напечатанные Если это было в журнале То это А4 было Если это был постер То это постер Был А2 Или А1 Или А0 даже И все это лежало Ты ходил Спокойненько Голосовал А когда уже пошла Эмбиент И наружная реклама То нас посадили Уже в комфортный зал Как я говорил И мы смотрели уже кейсы Расскажи про пиар Как готовить Программу Пиар Кейс Ну то есть Можно там Куда послал Там сделал Ну это важная Составляющая Пиара И к сожалению У нас в России Ее практически нет Там Несколько агентств Пытаются пролезть На Ads of the world Посылают Очень Там Просто Там пара агентств Посылает На Adage Там Creativity Online И так далее И тому подобное Ну как бы у нас нет Связи С остальным миром Мы как будто бы в Китае Живем Как будто у нас есть Там свой Google Это Там Свой Ресурс Состав И дальше Этого мы Как-то не идем Надо Это менять Если мы хотим Чтобы Наши работы Были Ну Заметны В мире Потому что Это видно По жюри Вроде Работа хорошая Вроде И она Вся понравилась Жюри Но Непонятно Как на нее Реагировать Особенно Когда ты Журишь ADC И там Не совсем Супер Селебрити Креатива Собраны Иногда Попадаются Там Некоторые Люди Которые Ну Случайно Нет Это Это прямо Нет Это прямо Видно Это Да Реально Это видно По журению По результатам И так далее Но я Не про Вову Говорю Мы же Это обсудили Пока ты не пришел Как раз Состав жюри Маша Как ты считаешь А что делать Надо ответить На вопрос Ну я правда думаю Что нужно подходить Серьезнее к пиару Это прямо Целая индустрия Там И Есть куча Куча путей Как это сделать Мне кажется Умные люди Не раскрывают Своих секретов Как это сделать Я не знаю Вот Ну Следить за трендами И Если Опять Возвращаться К этой чертовой Социальной Активности Ответственности Сейчас Пойдут Очень много Мне кажется Насколько я знаю Много кейсов Социальной ответственности Из России Но они настолько Нишевые Что никогда Ни один иностранец В жизни их не поймет К сожалению Поэтому ничего не делать Ну у меня Ровно Противоположное мнение Ну так как В принципе Мне удавалось В общем-то Получать Без кейсов Без каких-то В принципе Ну представьте себе Что сидят В жюри Вот такие вот Типа Типа Губайдульна Такие-то мужики Лет под 50 Которые видели Крым-Рим Ну он моложе Типа Губайдульна Но лет под 50 Которые видели Крым-Рим В общем-то Которые Знаете И вам нужно так Чтобы они Вас зауважали А чтобы они Тупо зауважали Эту работу То есть Вот иногда Просто смотришь На работу И понимаешь Что черт Я не уважаю Я бы так не смог То есть Опять же Это должна быть Либо совсем Бриллиант идея Которая рождается Очень редко Либо Я могу еще Зауважать Если я смотрю Ну ребята Здесь Помучились Помучились Это может быть Офигенная Подача То есть Это может быть Сама работа Где Я не знаю Там Выложенная Картина Рисовыми зернышками На каждом рисовом зернышке Написано имя Вот Ты понимаешь Ну как бы Я бы так не смог То есть Как минимум Я ее замечу То есть Я думаю Вот так То есть Либо это Усердие 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 Потому что Нас почему-то думают Что я нарисую Вот такой вот знак Ну в принципе У меня идея пришла Я минут 40 на это потратил Я на этом знаке Въеду в рай Но так не будет Я не могу сказать Что я знаю Что делать Точно Ребята знают лучше Но Я заметил Что На нескольких жюри На которых я был Как только приближается К наградам Члены жюри Друга спрашивают А что мы сообщаем Нашим коллегам Профессии Выбирая эту работу Есть такое ощущение И Ну кроме Социальной ответственности Там же есть масса Других вещей Типа Что мы думаем независимо Что мы знаем историю Что мы любим свою страну Если Удастся дать ответ Ну Чтобы люди Выбирая вашу работу Дали себе ответ А что они сообщают Индустрии Категории Своим коллегам Ну например Вот действительно Суперкрафт Или Какая-то Новая информация Которую они просто не знали И через эту работу Они понимают Что их работа Их профессия Еще круче Мы не думали до этого То есть Их самооценка поднимается Такие вещи Однозначно оцениваются высоко Даже если они нишевые Ну и Конечно Крафт Еще раз крафт Потому что На уровне социальной ответственности Нам выйти тяжело У нас нет Тут таких больших брендов Когда ты просто берешь Красишь кокколу зеленый И все говорят вау Ну просто потому что Покрасил кокколу зеленый Это большое событие У нас просто нет Доступа к этим штаб-квартирам Соответственно Приходится По пути хакать И еще что-нибудь хакнуть Где-нибудь И удивить Я пропустила вопрос Тот же самый вопрос Да Ну мне кажется Тут уже все наотвечали Все сказали Я вот хотела бы Еще добавить То что Андрей говорил Про ваншоу Например Мне кажется Есть фестивали Вот где Ну кстати Вова тоже говорил Есть фестивали Где очень мало дискуссий Где как бы работа Должна говорить Сама за себя И все жюри Очень такой Сам за себя Ну там Либо со своим айпадиком Либо со своей бумажкой Стоишь И проставляешь Ну как бы голоса Да И потом они суммируются И обсуждения Реально занимают Очень мало времени А есть фестивали Типа голдендрама Где обсуждения Занимают очень много времени И можно журить Потом пережурить Потом сказать Нет та идея Все-таки была хорошая Давайте еще раз ее обсудим Давайте все-таки Что-то дадим Потому что мы сейчас Посмотрели Как бы уровень номинации Какие работы у нас есть И все-таки Та работа достойна И вот эти как бы Фестивали Где очень много обсуждений Ну лично я Их противник Это может быть Субъективно Я не знаю Как ребята по цеху считают Я например люблю Жюри Когда оно независимое Где каждый сам по себе Вот как бы набрали Профессионалов Мы считаем Или организаторы Считают на фестивале И каждый член жюри Если опыт людей совпал Мнение людей совпало То эта работа уже там Как минимум серебро Золото Ты обсуждаешь Какие-то вещи Гран-при Но это реально Обсуждение очень короткое Потому что когда обсуждений Очень много Очень много людей Которые влияют Просто своим как бы Бэкграундом Своим видом Или там Look like shit И я это видел Даже если ты это не видел И ну как бы такие вещи Они на самом деле влияют Очень сильно на членов жюри И мне кажется Это негативный опыт Но тут я ничего не могу сказать Кроме как выбирать фестивали Которые реально вот оценивают Все-таки работу А не И где вот поменьше политики То есть просто Если вы хотите получить Реальную оценку Своей работы То лучше выбирать Такие фестивали Если вы хотите там В рейтинге подняться То понятно Что тут немножко другой подход Вот Ну и просто посоветовать Если делать кейсы Учиться делать кейсы Мне кажется Мы То есть на самом деле У нас не так много Хороших в кейсах Вот именно по подаче Кейса самого Я уже опускаю Хорошая ли она идея Социальна она по текстам Или нет То есть именно Как подан кейс Он очень часто виден То есть видно Что это кейс Ну как бы Какой-то Ну не международный Что ли Не американский Или еще как назвать То есть локальные Какие-то кейсы Они очень сильно видны С одной стороны Это может быть Наверное плюсом Но с другой стороны Очень много кейсов Просто Очень много лишней информации Очень много Очень плохо подано Там как минимум Ну то есть Мне кажется Это отдельную лекцию Надо делать Просто разбирать кейсы И что хорошо в кейсе подано Что плохо Потому что мне кажется Это отдельная наука И недаром есть люди Компании Которые на этом зарабатывают Просто учатся Подавать ваш кейс Делать из идеи Отдельный проект Ну то есть Заново переосмыслять Подавать его правильно Делать правильные акценты Делать правильный сценарий Для этого кейса Ну то есть там Мне кажется Это отдельное искусство И этому надо уделять время. То есть нужно понимать, что ваша идея, это еще недостаточно. То есть оценивают на самом деле не вашу идею, а ваш кейс. И поэтому кейс должен быть сделан достойно. Может быть достойнее идеи даже. Самое главное, да, я вспомнил самое главное. Мне кажется, что у нас есть одна большая проблема. Мы все время стараемся следовать трендам. Ну, то есть там в Каннах что-то появится, выиграет, хоп, смотришь в России и начинает то же самое появляться. Все, ребята, это уже тренд прошлого года. И если вы хотите побеждать, если вы хотите выделяться, то нужно создавать тренды, а не следовать им. Все. Еще я заметил, что всем темы жерей, на которых я видел на последние три года, очень нравится, когда бренд и агентство вместе выступают либо против государства, либо нагибают государство, заставляя сделать что-нибудь, ну, как они считают, хорошее. Убрать что-нибудь, там, или подписать петицию, или, там, прекратить что-нибудь. То есть общее ощущение у всех сидячих жюри, вот бы государство что-нибудь заставить сделать. Поэтому все работы, которые занимают либо конструктивную, сотрудническую такую ситуацию, либо нейтральную, да-да, это, в первую очередь, креатив. Но когда кейс подан так, что вот мы, бренд и агентство вместе за коммерческие деньги сумели заставить государство что-нибудь сделать, это прямо очень круто, это очень нравится. Собственно говоря, ваш кейс был на ура, воспринят. И такие кейсы потом подобные, ну, в разные стороны. Например, там, проверь политика на коррупционность с помощью специального corruption-детектора. Вот в Бразилии они сделали такую штуку. Очень нравится всем. Ну, это вот желание организовать параллельные властные структуры, или параллельность структуры влияния. Люди просто млеют. Плохо, хорошо сделано. Когда только такая тема есть, она прямо дает дополнительные очки. Это подсказочка. То есть, в право единой России шансов нет за мир? Нет. Нет. А вот если что-нибудь против такое, вот, это прямо будут с удовольствием смотреть. То есть, сразу дополнительный плюс. Поэтому, если у вас есть возможность подать свою работу как образ силы влияния, то есть, типа, за коммерческие деньги мы заставляем политиков сделать что-то хорошее, это прямо вот сразу плюс очку к вниманию. Ну, а дальше уже будут следить по идее.